всем привет и доброе утро у нас семья в сборе семья привет раннее утро мы пока есть время и у арса и у меня но у меня всегда но есть последний последний год мы выезжаем из дома и поедем сегодня по важным делам а собственно дела все конечно же связаны с нашим маленьким пупсиком ну что ж мы сели в машину малыш удачно уже уснул свой первый дневной сон сегодня он спит в машине а мы с кофе отправились в путь а перед тем как расскажу что же мы сегодня будем делать предлагаю взять минуту для того чтобы хотя бы немного отметить то насколько мать перимать сегодня собралась я между прочим уложила волосы в кое-то веки накрасилась даже веки и в общем мне кажется я сегодня какого-то божественного уровня как ты думаешь жена у тебя божественного уровня и и и и и наверно работе думать как я уже упомянула сегодня мы едем по делам и делам нашим малышовским у нас на прошлой неделе в сторисах рассказывала что мы на три дня зависли дома и с малышом были в заточении из-за наших ремонтных работ и сегодня я в принципе как на праздник собралась выезд по магазинам и в принципе выход из дома это для меня сегодня действительно какая-то супер вечеринка это и вообще на самом деле я сегодня какая-то мега эмоциональная если позволите поделюсь историей а эмоциональность моя собственно связана с несколькими несколькими моментами первый из них конечно же тот факт что моему малышу шесть месяцев он у меня растет и я на самом деле счастью своему не могу поверить что уже мы дошли до этой даты понятное дело что это всего лишь полгода всего лишь шесть месяцев но все равно если вспоминать и смотреть на то какой малыш был в 2 в 3 в 4 это сейчас конечно это небо и земля и для меня огромное огромное удовольствие видеть как он развивается как он растет знать что он у меня умные прекрасные красивые здоровый в общем что это на самом деле мой ребенок до сих пор для меня это какая-то такая мистическая история странное явление с которую с которым я пытаюсь как-то житься которому я пытаюсь привыкнуть но тем не менее эмоции вызывает сильные и наверное эти эмоции они не связаны с ностальгией то есть они в какую-то вообще в другую сторону меня нет такого что я там складываю в пакетик его вещички маленькие и слезу роняю постоянно от того что мой малыш никогда не будет уже младенцем нет у меня как-то все наоборот мое счастье и мои эмоции переполняют как раз таки думаю о том что у нас новые этапы что мы каждый день происходит что-то новое и конечно же также вот сегодняшняя наша поездка мы едем за автокреслом и для меня на самом деле это опять же этап его роста этап его взросления и того что мой малыш уже не крошка на самом-то деле не младенец а уже мальчик который который стремительно стремительно растет ладно давайте уже к делу сегодня значит как я сказала мы едем за автокреслом и так из каких компаний я выбирала свое автокресло во первых я составила список выбирала из самых самых топовых компаний которые на рынке существуют на самом деле жалею сильно что не сделала этого раньше самого начала когда еще была беременна и доверилась подружкам которые мне сказали ай покупай коляску три в одном там будет и автокресло и люлька и прогулочный блок и в принципе ничего тебе больше и не надо и пока малыш не сядет будешь катать в этом автокресле своего малыша но тут изучив вопрос я поняла что зря я этого не сделала раньше и сейчас я понимаю что нам нужно значит из каких компаний я выбирала первая компания это бритекс ромер это немецкая компания которая просто по мне кажется является золотым правилом в автокреслах во всем мире также макси кузи также сайбекс также бисейф нуна и маленькая дуна а про дуну отдельно расскажу какая у меня фишка на самом деле еще есть по поводу дуны вот какие параметры я для себя выбирала самыми главными рассматривая все эти компании все эти кресла значит первый параметр это категория кресел то есть они существуют от нуля по моему до 3 а то есть это 0 1 2 3 которые обозначают вес и возраста малыша больше компаний они все-таки смотрят по весу малыша 0 это вес и возраст малыша уж сразу с рождения и в принципе он может в этом автокресле провести как например первые шесть месяцев своей жизни первые девять месяцев своей жизни или например если кресло трансформер то он может в этом кресле кататься аж до трех четырех лет как в каком дальше к типу категориям они растут например единичка это автокресло малышам подходит с 9 месяцев ну и так дальше и так дальше так как малышу моему сейчас 6 месяцев то единичка нам к сожалению не подходит и я понимаю что нам нужно смотреть автокресла нулевочки и трансформеры которые дальше растут вместе с малышом потому что не хочу покупать 15 автокресел каждый там не знаю полгода год сколько там этих месяцев в общем займет для того чтобы малыш из этих автокресел вырос если говорить про дуну а дуна это вообще отдельная история которую я обожаю летом и имели возможность ее опробовать и прокатить малыша несколько раз в этой дуне и я конечно же кайфанула то есть для тех кто не знает быстренько дуна это автокресло которое является автолюлечкой для самых маленьких и в принципе катают мамочки в дуне малышей аж до 15 18 месяцев хотя производитель говорит что чуть-чуть а раньше из дуны малыша вырастает но все зависит от того маленький у вас малыш крупный ли у вас малыш в общем все от роста и веса зависит она ее самый неоспоримый плюс заключается в том что это автокресло при легком нажатии кнопки превращается в колясочку то есть это маленькая прогулочная колясочка которая конечно же в перебежках по городу в поездках поликлиники в торговые центры да в принципе на прогулке в сухое время и в погоду это просто незаменимая штука особенно когда малыш например засыпает в машине то есть ты вместе с автокреслом его достаешь нажимаешь кнопку опускаются колеса и все ты покатил малыша тебе не нужно его перекладывать не нужно его будить и не нужно его тревожить и это на самом деле очень крутая штука но так как мой малыш он длинный сейчас я думаю что он уже достиг своих 69 сантиметров то конечно же из дуны он очень быстро вырастет и по поводу этого автокресла у меня была идея схема так сказать купить ее значит докатать малыша до 9 месяцев и потом уже перейти на единичку вся эта моя схема с одной только мыслью что во-первых обожаю дуну не могу очень ее купить хочу и в следующем году мы с моим мужем планируем работать над малышом номер два и поэтому для него дуну покупать буду сто процентов бесповоротно и уж точно ты мне доверяешь деньги гони и была у меня вот такая схема раз уж я дуну планирую купить в любом случае может быть мне сейчас для рэма ее купить пока он и в нее еще помещается и потом уже к девяти месяцем купить автокресло большое так вот поэтому поедем сегодня в лапсе в магазин в котором просто фантастический выбор автокресел и вообще мне кажется я здесь в петербурге нашла свой эквивалент baby city в риге то есть это мой любимый магазин детского барахла в риге и в петербурге это лапсе там просто выбор что колясок что автокресел просто фантастический поэтому сегодня хочу посадить малыша в его осенней и почти что ли зимней одежде в дуну и посмотреть помещается ли малыш в дуну в принципе если он помещается то мы конечно же подумаем может быть мы действительно придерживаться моей схемы купим дуну а потом уже приобретем ему отдельное автокресло уже его стационарная машина если а план мой с дуной провалится то отложу ее естественно для следующего года и тогда будем рассматривать кресло трансформеры и буду смотреть на нулевочки которые либо поворачиваются то есть сначала малыш едет против движения потом по движению и которые растут вместе с малышом то есть все 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 примочки своего самого автокресла они должны растить расти вместе с малышом для того чтобы он мог ним кататься вот до трех четырех лет и помимо этого наша спальная ситуация она вышла из-под контроля и мне сегодня нужно посмотреть спальный мешок из нашего зимнего спального мешочка мы выросли поэтому я помню в прошлый раз когда я была в лапсе покупала зимний комбинезон малышу я видела там от компании по моему в оксе по моему в оксе компания называется там был очень очень прикольный качественный спальный мешок я знаю вы мне также в комментариях писали что проблема найти хороший спальный мешок что в питере что в принципе в россии могу сказать что и в риге это большая проблема проблема я нашла какой-то там ноу-нейм надо сих пор не понимаю что это за компания но как я уже сказала мы из этого спального мешка выросли поэтому я посмотрю подойдет ли нам мешочек в оксе и если подойдет то я его тоже сегодня куплю также этот мешочек я хочу использовать по еще одной причине малыш стал просовывать свои ножки между рейками бортиков кровати и часто начинает вопеть когда эти ножки обратно достать он из этих речек не может спальный мешочек в том числе будет защищать малыша от этих рейк потому что они изолированы они не в свободном общем-то движении и поэтому ему намного сложнее эти ножки туда просовывать и также есть еще на повестке дня у меня посмотреть бортики тот бортик который я все-таки купила хотя в комментариях вам как-то писала о том что бортики покупать не планирую это небезопасно и в принципе была то уверена в своей этой философии но действительно когда малыш стал вертеться по кровати упираться головушкой рейки когда стал просовывать ножки и вообще хапать эти рейки ручками я поняла что все-таки борти какой-либо то на нам но нам нужен купила в икее такой тоненький легенький бортик здесь я была ну плюс-минус спокойно что он в него даже если упрется дышать он сможет но этот тоненький бортик он в общем-то ничего там не держится малыш его очень легко сбивает поэтому нужно мне найти альтернативу видела где-то я в магазинах может быть в том же лапсе не знаю но видела я бортики которые крепятся отдельно каждую речку может быть такой мне подойдет не знаю девчонки пишите какие бортики вы используете посоветуйте мне на случай если я не найду в общем нужна ваша помощь потому что малыш по кроватке действительно активно крутится мать в стрессе все мы почти что уже доехали будем выгружать малыша в колясочку и встретимся уже в магазине в котором на самом деле я надеюсь что нам позволят снимать я так смело тут рассказываю что все вам покажу забыла о том что в принципе в магазине то могут сказать что измените съемка запрещена ну ладно буду надеяться что нам повезет если что как-нибудь из-под куртки сниму ладно увидимся позже так бутик трэнкс поднялся на лифте вот он мой рай господи ой мамочки так ладно сюда я сегодня заходить не буду иначе я с ума сойду у меня же давление подскочила так пойдем сразу в автокресло вот они наши автокресла пойдем оба смотри котенок как тут много всего ура класс здрасте скажите пожалуйста не против если мы будем снимать мы сегодня для влога для ютуба можно да спасибо большое как раз магазине пока раннее утро никого нет и мы можем сами все снимать чего-чего так и что тут да да кстати крутой зеркало 1 мы посмотрим потом я пока что хочу быстренько пройтись по автокреслам пока малыш спокойный и на него примерить несколько штучек вот кстати я рассказывала про дуну кто не знает это вот такое вот автокресло с колесиками касательно дуны только что нам менеджер магазина сказал что в дуну верхней одежде мой малыш возрасте 6 месяцев не влезет давайте мы попробуем туда посадим потому что у нас на самом деле такая легкая одежда на всякий случай для моего спокойствия мы попробуем все таки чтобы уже наверняка и чтобы у меня не мучили сомнения уже потом про верхнюю одежду это очень важный момент и хорошо что упомянули мне до этого в других магазинах продавцы также говорили о том что не советуют производители верхней верхней одежде малышей сажать но мы-то в реальном мире живем и в петербурге с нашей всей погодой с ветром дождем там я не знаю с осадками но ни одна здравомыслящая мать на улице например сажая малыша в машину она не будет с него снимать комбинезон и не будет его сажать голову только что менеджер мне объяснил почему не советуется сажать малыша верхней одежде в автокресло не потому что производителю так хочется просто это техника безопасности потому что создается дополнительная подушка между малышом и ремнем и следовательно при не дай боже столкновение техника безопасности в таком случае будет нарушена может просто вылететь из этого автокресла есть некоторые варианты которые можно использовать расскажите нам вот про тогда вот такие штуки это специальные на множество конвертов самое главное конверт выбирать именно под тип кресла то есть есть кресло с пятиточными ремнями конверта у них нужны не просто с прорезь а так чтобы прошло два ремня вертикально нужны крови чтобы на дворе мне прошли через эти да мы все равно а что же делать маме вот например я не держу например машину на парковке вот если на улице зима или дождь вот давайте пятерку по воду у меня дождь я стою на улице малыш у меня например в коляске в комбинезоне то есть как мне что мне делать нужен такой конверт комбинезон именно с прорезями чтобы вы должны как там свой маршрут обдумать так чтобы ребенок у вас был и в тепле и защищен на время движения то есть есть и конверты есть и комбинезоны точно также с прорезями подается просто из коляски в комбинезоне с прорезями выставите перекладывать просто в то кресло ребёнок точно также в тюплю в этом комбинезоне но самое главное ремни продели через комбинезон или через конверт застегнули его плотно и уже поняли ну ладно давайте покажите мне тогда что у нас по конвертам кстати вот что вот эта штука такая это пончет это больше окажите мне пожалуйста это не зимний станет история это больше пока вот что сейчас у нас пока это не сезонного я поняла слушайте но это тоже классно это мне кажется нам с тобой в поездку в ригу давайте тогда пробовать наше автокресло тоже в общем дуночка наша смотрите дуночка вот так вот выглядит это очень крутая штука и вот так вот и его катаешь поликлинике чертова поликлиника шесть месяцев ровно я в общем на самом деле для спокойствия моей души потому что эту дуну несчастную я обожаю не успела и и ну да она прям очень-очень удобненько но товарищ ты у нас большой поэтому мы-то с тобой давай будем пробовать в него поместиться родите вот с этими ремнями ты моя кровь и смотри как красиво смотри какая дуна смотри какая дуна ну я уже сейчас на самом деле вижу что это мечта глупой матери действительно дуна она маленькая и нам придется с этой дуной подождать до чего там следующего малыша короче сидись опа девушке утонул ты моя кровь и но привет тесно тебе это вот-вот у нас тут это нажать так котенок крутая штуковина это конечно больше для мамы история а тогда я понимаю единичка нам не подходит потому что она девяти месяцев правильно и следовательно например такие модели как king там и volvo из бритекса это нам не подходит покажите нам тогда что у нас есть нулевка трансформер для того чтобы малыш мог в ней кататься вот уже сейчас 6 месяцев и там до 3-4 лет и чтобы обязательно кресло изначально могло кататься против движения а потом по ходу движения в общем чтобы я могла его крутить вертись чтобы автокресло росло вместе с малышом эта моделька первоначальная долл фикс 2р она точно так же с поворотным механизмом то есть она вращается на 360 градусов класс давай мы тебя туда посадим бутик иди ко мне моя крюча иди ко мне моя крюча привет подруги скажи подруге привет так как я тут кручу на что я нажимаю центральная кнопка так центральная кнопка нажимаю и отпускаю когда проворачиваю да и вот так ты дышь пусть ему ее крюча не становись если у нас собственно дверь тогда я его здесь сажаем и обратно развернула против хода движения хорошо и и в общем когда он подрастает я просто разворачиваю вперед что у нас наклоном то что мы сейчас планируем 12 часов вашей машине провести у нас поездка и мне интересно что происходит с наклоном когда малыш спит ну то есть можно ли его менять позиции можно если я не ошибаюсь в каждом из положений это первое положение максимальное сидячо это второе положение это третье положение это четвертое положение четыре положения пользуются либо сидячим либо максимально горизонтальным именно потому что шаг у наклона маленький между собой я поняла это будет максимальный наклон но еще нужно учитывать эргономику сиденья в автомобиле против хода движения оно будет играть в минус то есть если сиденье по эргономике под наклоном кресло принимает эргономику автомобиля тоже чуть-чуть принаклоняется то есть где-то вот так будет а так будет я поняла в общем у нас получается что из таких трансформеров которые поворачиваются у нас из всех компаний два варианта и один из них это бритокс ромер вот дуал фикс по моему называется на базе автокресла ну что ж мне на самом деле она очень-очень нравится помимо безопасности и усиленность защиты этого автокресла оно еще очень-очень удобное так же и для родителей то есть мы его проворачиваем вбок или вперед или назад и малыша усадить в это кресло очень-очень удобно да? а так как мы постоянно катаемся и часто в пути то для нас это очень важный момент ну что ж хорошее кресло класс пойдем посмотрим что тут еще есть так это уже нам еще остается придумать какого цвета мы хотим по-моему какой-то серенький да? давайте посмотрим второй вот трансформер который прокручивается вы сказали вот еще вторая компания есть я попробую малыша посадить кстати Арс уже сказал мы сегодня также купим вот это BeSafe зеркало потому что сейчас очень-очень рано темнеет и в машине когда ты едешь по шоссе нужно видеть личико малыша вот а в темноте его в обычном зеркале уж точно не видно поэтому мы еще сегодня я думаю прикупим зеркальце себе с подсветкой и у него по наклону все то же самое что и в бритоксе да? наклоны регулируются стандартной безопасности поэтому редко когда можно найти больший наклон чаще всего именно меньший наклон чаще всего можно встретить я поняла ну смотри тоже же классно чего ты развопился малыш что вот по этим дополнительным краш-тестам? смотрите именно модельки которые мы сейчас рассматривали они создаются по старому стандарту безопасности ISR 4404 поэтому краш-тесты у них более лояльные чем у моделек которые сделаны по ISR а вот эти немецкие ADAC или как он называется? ADAC они все проходят все проходят и давно и кармейт проходит и бритокс ромер тем более потому что это немецкая фирма ну да поэтому они все так проходят но оценки в краш-тестах отличаются от моделек по стандарту ISR потому что по старому стандарту безопасности в принципе даже боковой удар не тестируется я поняла ну что ж я так понимаю что у нас тогда два выбора что ты думаешь но мне больше понравился бритокс ромер хорошо скажите а что по цветам? нам нужен серый наверное сейчас я скажу серый да? я думаю серый да ну конечно а чего черный больше нравится да нет черный мне кажется более маркий а серый он подходит ко всему и он как то так не будет сильно это выделяться и мазаться ну какой-нибудь такой смотри ну типа вот такой ну такой хороший цвет такой прям ну что-то типа того холодный такой серый да мне кажется как то так да крошек да смотри красненький этот синий красивый и даже вот этот красный тоже красиво смотрите цветов только два черный и серенький серенький будет вот так серенький комбинированный со светлыми вставками слушайте я наверное волосу за серый давай серый возьмем не будем про черный ну давай у нас и так все черное не хочется давайте мы серый тогда возьмем серенький у нас остались на складе я закажу минут 5-10 супер а я как раз пойду погуляю там мне нужно еще в постельных посмотреть может остается номер телефона я вам наберу как только а не мы тут будем а можно мне еще вот это зеркало без сейф тогда да супер спасибо тогда мы к вам придем через 5 минут так мы перебрались в наш рюкзак потому что кое-кто стал сильно нервничать еще пока мы наш нибблер используем как прорезыватель нравится тебе? нравится крошек так пока бутик мой спокоен мы пойдем еще в мебельный отдел искать наш спальный мешок посмотреть бортики у нас с тобой котенок открыта охота на спальные мешки ой круто несколько магазинов такое ощущение что ты ходишь по разным магазинам класс тыринь 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 сейчас спросим можно ли снимать здрасте скажите а можно снимать мы для ютуба для влога сниму спасибо большое так пойдем посмотрим где у нас тут где у нас тут что так это наше интересное все так это нам надо это мы с тобой уже нашли так 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 вот какие-то спальные мешочки так ну эти совсем летние тоненькие эти нам не подойдут так наверное с юникорном из фламинго нам тоже не стоит да приобретать бутик ты-то у меня парень серьезный так одежка 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 тыринь вот оно вот оно так что здесь у нас так голубенькая покажите мне так есть такое вот про эти я говорила так давай выберем какое голубенькое давай голубенькая я как обычно все про голубое так слушай ну оно достаточно теплое но не жаркое так котенок отпусти камеру отпусти камеру так ну-кась что у нас сзади о сейчас я посмотрю что у нас тут по размеру по размеру 0,6 месяцев так это нам не подойдет это маленькая а скажите пожалуйста вот такой спальный мешочек 6 месяцев есть побольше размер чтобы мы из него не выросли сильно быстро именно голубого цвета наверное нас интересует так и что тут еще ой трикотажная всякая прелесть как же мне нравится как же мне нравится вот эта одежка были бы еще рамперы но мне кажется у них рампера тоже есть нам кстати нужно приобрести какой-нибудь красивый новый тепленький комбинезончик для фотографии твоей снимка с твоим котом джеком на 6 месяцев класс а он еще тут расстегивается да супер отлично о супер прекрасно берем супер отлично можно мне тогда такое упаковать так пойдем еще посмотрим что у нас тут по бортикам так это царский это царский так 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 смотри котенок как это все прекрасно и красиво господи какие тепленькие ух мой опять любимый голубой цвет или может быть тебе лепард ты был бы очень экстравагантным в этом о смотри котенок что я нашла котютик смотри что мама нашла ух ты так это просто невероятно мне кажется что-то у нас с тобой должно тут сложиться блин у тебя еще и спальный мешок в тему господи и одеялка безумная короче это мне нравится за этим мы можем приехать потом посмотреть так давай быстренько пробежимся что еще есть ли еще бортики так бортики бортики здесь все сплошное а скажите пожалуйста а бортики которые на речке отдельно это только вот те которые с мордашками или у вас еще есть подобные варианты вот не сплошные а которые на каждую речку отдельно другой рисуночек да все я поняла супер а это маленький но мне кажется вот черно-белые они покрасивее будут будут смотреться там идет хлопок если просто вот бортики здесь верю то есть это помягче а окей сейчас я посмотрю нет я просто к тому что это на самом деле единственный вариант да ну да просто у меня малыш просовывает свои ножки но тут все равно помягче чуть-чуть да а он на на две речки окей ладно супер отлично но мы тогда приедем другой раз посмотрим вот эту красоту и трикотажные костюмчики для малыша успех наконец-то нашли yes бутик нашли мы тебя конечно конечно кое-кто проголодался ладно бутик ты кушай и мы пошли оплачивать заказ пока пока окей 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 притии сейчас пока Готов? Фух, это было непросто. Ну да ладно, в первый раз малыша посадила, разобралась, как установить эти ремни. Ну пойдем, крошек мой успешно в новом автокресле и уснул. А мы едем домой. Я, кстати, еще спросила у менеджера по поводу того, что же делать с автокреслом, которое стационарно остается в машине. Потому что я сильно волнуюсь по поводу того, что его могут из этой машины стырить. На что он мне ответил, что в России, на самом деле, ужесточили меру пресечения заворостов автокресел. Поэтому сейчас плюс-минус безопасно даже дорогие автокресла оставлять в машине. И, в общем, на постоянной основе держать их в автомобиле, не поднимая домой каждый божий день. А мы приедем домой. Обязательно померю спальный мешочек и покажу вам, как он выглядит. Сегодня я прям счастлива и довольна. Все, что хотела, я нашла. Все, что нам необходимо, сразу купила. И еще, кстати, мелочь. Но так я радуюсь новому нашему зеркалу с освещением. И прям жду, не дождусь нашей поездки в Ригу для того, чтобы опробовать его. И доложить вам, действительно ли работает это освещение настолько хорошо, чтобы в темное время суток можно было бы малыша в машине видеть. Очень надеюсь, что оно работает непременно. Мы приехали домой. И, конечно же, я не могла сдержаться и отказать себе удовольствие и показать вам наш спальный мешочек. Вот он длиннющий. В общем, чтобы вы понимали, вот ножки малыша. Вот они там. И вот так выглядит спальный мешочек. Здесь он открывается с молнии. И есть также застежечка, которая защищает маленький подбородочек котенка. И чего я не знала, кстати, что я обнаружила только сейчас, этот мешочек двусторонний. То есть, если есть сильное желание, можно одевать мешочек на голубую сторону, а можно одевать и на светлую сторону. В общем, все по настроению. Ладно, на этом сегодня мы заканчиваем. У нас в доме продолжаются ремонтные работы. Осталось чуть-чуть дотерпеть. Да, котенок? И потом мы с тобой поедем уже в Риг. Ура! Скажи ура, подруги, пока! Я на сегодня с вами прощаюсь. Если не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, если вам понравился этот видеоролик. И нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить следующих выпусков. И также заходите к нам на Инстаграм. Я там активизировалась и стараюсь каждый день публиковать сториз между нашими выпусками по понедельникам и четвердам. Мы прощаемся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!